Привет, друзья! Сегодняшний выпуск я начну с трагических и жутких новостей. Меня зовут Мирослава Бобровская, и вы смотрите новый выпуск «Ты в день». Все мировые СМИ пишут только о том кошмаре, который устроили в Буче. Но разве только в Буче? Это не война, это самый настоящий геноцид. Зверские убийства и ничем не обоснованные издевательства над людьми. Он сообщает о гибели более чем 1400 мирных жителей в Украине с 24 февраля. 1417 мирных жителей, в том числе 121 ребенок погибли. И 2038 человек уже получили ранение. При этом организация подчеркнула, что это только цифры, которые отображают задокументированные случаи. Главная причина гибели и ранения – это артиллерийские ракетные обстрелы и удары с воздуха. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что российские военные намеренно убивали гражданских в Буче. Об этом он написал в своем твиттере. Владимир Зеленский пригласил Меркеля и Саркази посетить Бучу и собственными глазами увидеть, чему привела за 14 лет политика уступок России. Я запрошу пані Меркель, пана Саркази, відвідати Бучу и побачити, до чего за 14 лет призвела политика поступок России. Побачити на собственные очи закатованных украинцев и украинок. Международный политикам практически в один голос отреагировали на ужас происходящий. Каслер ФРГ Олаф Шольд заявил, что необходимо привлечь к ответственности совершивших жестокие преступления в пригородах Киева, давшую им приказы, и призвал ужесточить санкции против РФ. Схожее заявление прозвучало и от Макрона. Он в том числе дополнил, что российским властям придется отвечать за эти преступления. Министр иностранных дел Франции Жан Эвледриан заявил, что его страна будет работать с украинскими властями и Международным уголовным судом, чтобы эти действия не остались безнаказанными. Президент Молдовы Майя Саунду огласила 4 апреля днем траура в память о погибших мирных жителях Украины. Жители Тбилиси вышли под посольство нашей страны, чтобы выразить скорбь по погибшим в Бучи и другим украинским городам. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что сделает все, что в его силах, чтобы уморить голодом военную машину Путина. Не оставила без внимания и Чехия. МИД страны призвал немедленно расследовать ситуацию. В НАТО и ОНО осудили зверства в Бучи. Генеральный секретарь ОН Антонио Кутериш заявил, «Я глубоко потрясен фотографиями мирных жителей, убитых в Бучи, в Украине. Крайне важно, чтобы независимое расследование привело к эффективной ответственности». Генсек НАТО Йенс Толтенберг назвал действия российских оккупантов жестокостью, которую в Европе не видели десятилетиями, и призвал уголовный суд приступить к расследованию военных преступлений России. Это и далеко не весь список реакций на происходящее в Украине. Отреагировали и в России, назвав все это постановкой. Я искренне хочу выразить свои соболезнования всем, кто потерял своих родных и близких, всем, кто сейчас остается без крыши над головой, всем, кто до сих пор находится в оккупированных городах и держится из последнего. Честно говоря, у меня не укладывается это все в голове, и я не понимаю, как в наше время все это может происходить и как мы дошли до такого. Многие страны в том числе заявили об усилении санкций против Российской Федерации. Об этом заявили в Британии, в том числе пообещали увеличить военную помощь Украине. США начали подготовку нового пакета санкций против России. Германия анонсировала новые антироссийские санкции. Только, увы, все эти санкции уже не смогут вернуть жизни людей и, увы, не помогут тем, кто еще может погибнуть. Ведь подобные истории будут повторяться по мере того, как Украина будет возвращать под свой контроль новые территории. Мариуполь, Изюм. Что мы увидим там по итогам боев? Да и на примере США, говоря о санкциях, опять сделал акцент на том, что они какие-то уж очень избирательны. Зеленский в своем заявлении упомянул НАТО. Они нам очень сочувствуют, но почему-то мы для них не угодны. А вот срочное приглашение Финляндии и Швеции – это пожалуйста. И если что, даже по ускоренной программе. И это на фоне мольбы Украины закрыть хотя бы нет. А США продолжают наращивать импорт российской нефти. Про другие нюансы мы уже говорили в одном из выпусков. Обязательно посмотрите, чтобы пазл мог окончательно сложиться. О недавно Deutsche Welle вышла статья, которая меня заставила задуматься не меньше, чем вопрос о мнимых санкциях. Они пишут, ссылаясь на The Wall Street Journal, о том, что директор ЦРУ рассказал Зеленскому о планах Кремля еще в середине января. По сведениям издания директора Центрального разведывательного управления Уильям Бернс, в середине января тайно посетил Киев, где встретился с президентом Украины и рассказал ему о планах Москвы. Тогда, отмечая это издание, разведка США уже знала, что российские войска нанесут главный удар с территории Беларуси через Чернобыльскую зону отчуждения. Знала разведка о планах Москвы захватить аэротром Гастомели под Киевом, чтобы использовать его в качестве плацдарма. Только мне одно кажется, что по-хорошему Ирпень, Бучу, Гастомель нужно было эвакуировать заранее, если было известно хотя бы о малейшем риске вторжения России с севера. Глава британской разведки МИ-6 Ричард Мур написал в своих соцсетях, что они знали, что планы Путина по вторжению включали в несудебные казни его военными и спецслужбами. Сообщение о казни гражданских лиц, поступающие из освобожденных районов, ужасают и пугают, написал он. Цитирую. Ну и просто крик души после просмотра видео, где некоторые представители власти додумались устроить вечеринку на Киеве. Ну, люди разных бывают, им нести ответственность за свои поступки, но меня поразило то, что на этой вечеринке оказался Сергей Лещенко. И похоже, его состояние было далеко от трезвого. И самое главное его заявление, что людям сейчас именно это и знают, то Сергей Лещенко работает заместителем главы Набсовета в Укрзалезнице и является вхожим в офис президента. Личность достаточно скандальна. Он устраивал вечеринки во время локдауна в Украине, а его жена не брезгует ездить на заработки в Москву, при этом очень сильно критикуя. Но Лещенко называет это другое. И что это другое решается, оказывается, на семейном совете. С его слов супруга Анастасия Топольская своим выступлением в Москве решила поддержать людей, которые являются прямыми жертвами режима президента Российской Федерации Владимира Путина. Не добавить, не отнять, друзья. Очень надеюсь, что Сереже все понравилось. И в Москве, и на вечеринке во время войны, да и вообще. Мне, друзья, действительно искренне не ясно, когда и как мы все к этому пришли. Когда мы переступили эти красные линии. Берегите себя. Берегите других. Фильтруйте информацию. Оставайтесь людьми с большой буквы. Что бы ни происходило. Оставайтесь с нами и будьте в тени. Увидимся. Продолжение следует... А.